Счастливые обладатели Лиги Ди-8 могут стать еще более счастливыми. Отлично! Ведь теперь у них есть возможность докупить к своему роботу станцию самоочистки Хобот Лиги Лулу. Она такая же необычная, как и ее название. Для полоскания используется пара моторизированных щеток, которые обрабатывают всю поверхность салфетки и прямо-таки выскребают из нее грязь. Еще станция доливает воду в бак и сушит салфетку феном в конце уборки. Но это в теории. А как на практике Лулу справляется со своими обязанностями и стоит ли за нее выкладывать 25 тысяч, на эти вопросы мы сможем ответить только после тестов. Кстати, если вы забыли, для какого именно робота предназначается Лулу, вот ссылка на обзор. Лиги Ди-8. Чертовски крутой пылесос с виброшваброй и лифтом на коврах. С двойным рабочим блоком, прессованием мусора, детальной настройкой и массой других функций. Но в этом обзоре мы сфокусируемся только на станции. Для начала заглянем в коробку. Там нас ждет станция самоочистки со съемным пандусом, шнур питания с евровилкой, набор инструкций на русском языке и тестер для воды. Для чего он нужен? Расскажу чуть позже. В самой док-станции находим пакетик с белой пробкой. Ее нужно поставить на место стандартной синей пробки в бачке пылесоса. По комплектации все стандартно. Все, что нужно и ничего лишнего. Собрать станцию не составляет труда. Одно движение и готово. Идея станции такова. Робот заезжает док задом, а чистящий модуль ходит из стороны в сторону, промывая салфетку. Всю работу выполняют лепестковые щетки длиной 55 миллиметров, как спичечный коробок. Чтобы они обработали всю салфетку, роботу приходится перемещаться вперед-назад, подставляя под щетки разные зоны микрофибры. Извините. Щетки моторизованы и вращаются со скоростью 600 оборотов в минуту. Это, конечно, не болгарка, но все равно очень быстро. На первом этапе самоочистки они промывают салфетку водой, фактически стирая ее. Вода подается локально в месте вращения щеток через три сопла. Важно, что грязная вода собирается и отводится в этом же блоке, что позволяет избежать чистки поддона станции от грязи и предотвращает вероятность появления запаха от застоявшейся в поддоне воды. На втором этапе щетки проходят по микрофибре без воды, как бы отжимая ее. Для удобства обслуживания защитный кожух снимается, как и сами щетки. Можно промыть под краном и заменить, если придут в негодность. Одновременно с этим станция доливает воду в бак пылесоса через тыковочный порт на корме. А в конце уборки станция сушит салфетку теплым воздухом. Он поступает через вот эти сопла в поддоне. Перед крышкой небольшая панель управления с двумя кнопками. Начать самоочистку и выехать с базы. Вторая кнопка пригодится для обслуживания поддона. Под крышкой располагаются резервуары. Черный объемом 2800 для грязной воды, голубой объемом 3200 для чистой. В грязном бачке установлен поплавок для контроля наполняемости. В чистом трубка с фильтром. Устанавливать и вынимать не составит труда. Для этого на каждом контейнере предусмотрена складная ручка. На задней стенке станции выпускная решетка. На боковой разъем для адаптера. Станция выглядит компактной. Не то что Бандура Дримми L10 Ультра. Высота с откинутой крышкой всего 60 сантиметров. Легко разбирается для обслуживания и собирается обратно. Единственная претензия. Ванночка с щетками не вынимается. В остальном все продумано. Основные характеристики на экране, а теперь поговорим о том, как активировать станцию. Это очень сложная процедура, поэтому я расскажу вам о ней только когда вы поставите лайк. Да-да, и подписку тоже прожмите, и колокольчик. Серьезно, где вы еще найдете такую полезную информацию? Я проверил, больше никто на ютубе не расскажет, как подключить станцию к роботу. Ну, вот, все прожали, теперь рассказываю. Алгоритм такой. Убирайте старую док-станцию и ставите на ее место лулу. Все. Да, по поводу сложной установки это была шутка. На самом деле никаких манипуляций совершать не нужно. Робот сразу же видит новую базу, а в приложении появляется кнопка лулу. Можно заставить станцию постирать салфетку или просушить ее. Либо перейти в отдельную вкладку и все настроить. Выбрать продолжительность сушки от 2 до 4 часов. Установить периодичность стирки. В конце каждой уборки каждые 30, 60, 90 и более минут после каждой комнаты. И в этом заключается главный недостаток представленного функционала. Слишком большие интервалы в работе станции. Представьте, что вы моете полы и выполаскиваете тряпку раз в полчаса. При такой системе у вас будет одно полоскание на всю уборку. Это весьма странно. Конечно, есть способ сломать матрицу, добавить в квартиру больше комнат, чтобы робот чаще стирал салфетку. Например, зал разбиваем на зал номер 1 и зал номер 2. Выделяем две комнаты в кухне, в спальне и так далее. В общем, выход есть, но надеюсь, что производитель исправит данную оплошность в обновлениях. Зато хобот очень основательно подошли к вопросу долговечности своей техники. Первый раз вижу станцию, которая поставляется с ТДС-тестером, чтобы форсунки, патрубки и насосы служили долго и не забивались всякими отложениями. В бачок нужно заливать воду с концентрацией солей от 5 до 300 ppm. Обратите внимание, что дистиллированная жидкость для хобота тоже не годится. С ней не будет работать датчик заполнения бачка. Нужна просто отфильтрованная мягкая вода. Жители особо благополучных регионов смогут заливать бачок прямо с крана, но в моем случае не получилось. Тестер показывает 305. Придется брать воду из бутылки. Значение 68 нам подходит. Теперь приступаем к испытаниям. Я последовательно отправлял робота на разное загрязнение и потом промывал салфетку на станции. Если вас интересуют результаты влажной уборки, смотрите обзор хобот Лиги Ди-8. Там это все есть. А здесь мы будем говорить только о результатах работы станции. После кофейного теста салфетка выглядит следующим образом. Посмотрим, как справится станция. Цикл полоскания занимает 5 минут. Робот двигается туда-обратно, а из станции доносятся впечатляющие звуки. Общий уровень шума не превышает 55 дБ. По сравнению со станцией самоочистки пылесборника, Лулу, можно сказать, работает бесшумно. Несмотря на продолжительную самоочистку, на один цикл работы станция расходует всего 150 мл. И вот как выглядит салфетка в итоге. Правый край микрофибры остался недостиранным. В остальном результат хороший. Под краном удалось намыть совсем немного грязи. Сок оставляет более серьезные следы на салфетке, и теперь она стала как будто ржавой. Но станция без проблем справляется с такой задачей. Даже лучше, чем после кофейного теста. Ручная стирка ничего не дала. Микрофибра оказалась чистой. Кетчуп для робота – самый сложный тест. Не удивляйтесь, что салфетка полностью рыжая. Даже такое сложное загрязнение станция отмыла на высоком уровне. Большего удалось добиться только ручной стиркой. И то не до идеального состояния, поскольку микрофибра просто окрасилась. После грязевого теста салфеткой можно пугать детей. Передние поры микрофибры забиты полностью. Левый край тоже очень грязный. После трех циклов уборки и самоочистки швабра выглядит так. Конечно, с мылом под краном отсирать ее удалось получше. Но здесь нужно сделать важное уточнение. Я проводил экстремальные тесты, а при регулярной уборке с такими задачами робот не сталкивается. К примеру, Хобот Ди-8 помыл полы во всей квартире. Встал на базу, привел себя в порядок, собрал грязную воду в бочок и, как видите, салфетка выглядит как новенькая. Станцию после многочисленных самоочисток и саму не мешало бы привести в порядок. Больше всего засорились щетки и ванночка под ними. Щетки можно снять и промыть в раковине вместе с пандусом. Процедура заняла 2 минуты, а вот из ванночки грязь удалять не очень удобно. Но за 4 минуты я справился. А это весьма неплохо, учитывая, что процедуру нужно повторять раз в месяц, не чаще. Грязную воду сливаем в унитаз, салфетку можно закинуть в стиралку. Вот и все обслуживание. Подведем итоги. Лулу. Такая же оригинальная станция, как и робот, для которого она предназначена. Локальное промывание салфетки оказались экономичными и эффективными, особенно при регулярной уборке. Установка станции не вызовет вопросов. Просто включить в розетку и все. Поэтому покупку можно разделить во времени. Сначала взять пылесос, а через полгода станцию, что очень удобно в условиях кризиса. Частоту полоскания и продолжительность сушки можно регулировать. Хотелось бы, чтобы шаг регулировки был поменьше, но пока производитель не исправил это. Проблема решается через редактор комнат. Качество самоочистки высокое, а обслуживание станции не занимает много времени. По итогу, Лиги D8 со станции Лулу получил 96 баллов и занял второе место в all-time рейтинге. На этом у меня все. Хотите узнать, где этот робот стоит дешевле всего? Заходите в телеграм-канал, где я регулярно выкладываю лучшие предложения на ходовые пылесосы. Не забывайте подписаться на канал и поддержать ролик лайком. А пока, пока и до новых встреч!